Истец Владимир Юдин считает себя непризнанным гением. Случайно оказался заброшен в поселок Красная Заря. Теперь делит дом с любимой женщиной. Ответчик Маргарита Юдина уверена, что ее второй супруг не имеет на имущество никаких прав. Ваша честь, 4 года назад мы снимали съемки фильма в пригороде. Я познакомился с этой женщиной, она так сильно запала в душу. У меня начались с ней какие-то близкие отношения. Мы стали проживать вместе, в совместном браке. Мы поженились, будем так говорить. Женщина была, как вам сказать, такой посредственной. Я ее хотел все время куда-то продвинуть, что-то хочется такого от жизни. Но она была постоянно такой покойной, никуда не лезла. Пыталась только мне дом, дом и дом. Нужно там гвоздь забить, нужно крышу покрыть, нужно переселить паркет, нужно бабу-бой поклеить. Это все накладывается от печаток. Хочется было перевезти ее в город, но вот как-то не сложилась судьба. И через 3 месяца, буквально тому назад, она приобрела право собственности на этот дом. Ну, так как мой знакомый юрист сказал, что при совместном прожитое времени, мы с ним жили в браке 4 года, ты имеешь право на собственность также, в равных долях с ней. Поэтому я предъявил иск при совместном прожитое время, чтобы в равных долях этот дом. Вы сказали, что ответчица приобрела право на этот дом. Что вы имели в виду? Дом, мол, недостроенный. Мы с ним вместе проживали в этом доме во время брака за протяжение 4 лет. То есть, если я вас правильно поняла, ответчик приобрела, видимо, земельный участок и незаконченный объект строительства, да? И в этом недостроенном доме вы совместно проживали. Конечно. И дом в период вашего брака был достроен. Достроили, да. И вы считаете, что поскольку вы прожили, и, следовательно, из средств семейного бюджета, эти денежные средства семейного бюджета шли на окончание строительства этого дома, это у вас дало вам основание говорить, что вы имеете право собственности на одну-вторую долю в законченном строительном доме? Безусловно, ваше честь, да. Понятно. Ответчик, скажите, пожалуйста, ИСЦОМ заявлены исковые требования о расторжении брака. Вы на расторжении брака согласны или вы возражаете против расторжения брака? Да, на развод согласна. Вы на расторжении брака согласны. А по поводу деления этого дома? А к дому он не имеет никакого отношения, потому что земельный участок мы покупали с моим первым мужем, Матюшей. Был муж, золотые руки. Как только я с ним рассталась, не знаю. Любовь случилась, вот сознание потеряла. Вот договор купли-продажи у меня есть земельного участка. Простите, ответчик, но, естественно, не просят поделить земельный участок. В данном случае у нас спорным является только дом. Да, материалы тоже Матюша покупал. Фундамент сам мы делали. Его брат помогал стены возводить. У меня фотографии имеются. И даже крышу потом. Мы не могли просто дом в эксплуатацию сдать, поскольку он недостроенный был. Ваша честь, а дом был построен при моем присутствии? В период брака, согласна. Доказывайте, ответчик, что этот дом строился с вашим первым мужем. Доказывайте. Я гвозди забивал. Я все делал. Все лыж подливал. Обои клеили. Не так. Не в этом дело совершенно. От того, что вы личным трудом участвовали в забивании гвоздей, это не порождает у вас права собственности. Я жил с ним, братья. Мы вместе с мужем котлован рыли. Откуда я это знаю? Что вы рыли вместе с мужем котлован? Откуда я это знаю? Соседи могут подтвердить? Нет. Документально. Мало ли, что у вас свидетели могут подтвердить. Вы объект недвижимости возводите. Мне показалось, что я вам все сказала. А вы мне все будете говорить, чтобы мы рыли котлован. Даты покупки стройматериалов, чеков указаны еще. До вступления в брак с Иссом. Все покупал мой бывший муж. Даже шифер, которую крышу только сейчас мы сделали. Потому что не могли в эксплуатации ввести дом. Дом был не вкладывал. Ничего. Ты просто жил в этом доме. Потому что ты ничего не умеешь. И денег ты не зарабатываешь. Ты копейки в ДК получаешь за организацию. Поясните тогда, пожалуйста, суду. Каким образом ответчикам представлены соответствующие чеки, подтверждающие, что все стройматериалы, а также отделочные материалы были приобретены до момента вступления вас в брак. Ваша честь. Так там был первый этаж только. А второй этаж я полностью возводил при мне. Пожалуйста. Я только приходил домой и знал, что молотком и лопатой. Доказательства можете представить, естественно? Нет у меня никаких доказательств. Почему? Вот скажите, я не могу поверить ответчику, что она рыла котлован. Я жил с ней в браке, вместе с ней этот дом мы приобрели. До конца достроили. Не приобрели. Если бы вы приобрели, был бы договор купли-продажи. А пока, вот пока, из того, что сейчас происходит, собственником дома является собственник земельного участка. Безусловно. Ваша честь, даже крышу мой бывший муж, вот только уговорил, Матюша сделал шифером, покрыл, еще купленным в период нашего брака. Потому что это мужик был настоящий. Но шифер покупали до того, как с вами брак зарегистрировали, естественно? Шифер покупали и в моем присутствии тоже. Докажите. У меня нет чеков. Ну, это естественно. Ну, ответчик дает чеки, хоть какие-то. Дает свидетельство о регистрации права собственности. Да, безусловно. Скажите, у нее регистрация права собственности произошла на основании того, что в Федеральную службу регистрации кадастры и картографии был предоставлен договор купли-продажи, заключение БТИ, геодезическая съемка. Вот на основании этого и было выдано свидетельство о праве собственности. Она это сделала без моего согласования. Она это сделала без моего согласования. Вызывала и пошла в БТИ. И приезжали когда... Ну, так ответчик, собственник земли. Так пусть она ответчик. Ну, дом-то строил я вместе. Ответчик, собственник земли. Поскольку строительство начиналось без разрешения на строительство. А вы никаких документов представить, что вы принимали участие в этом строительстве, не можете. Ответчик представила свидетельство о праве собственности, которое ей выдали на основании представленных ею документов. И в этой ситуации ответчик представила суду чеки, подтверждающие, что стройматериалы были куплены до момента регистрации вашего брака. Вы-то что можете... Я тоже покупал. Докажите. Я тоже покупал стройматериалы. Докажите. И этот дом был достроен во время нашего брака. Докажите. Можете доказать? Ну почему? Ответчик, есть чеки, а у вас нет. У меня также есть свидетели. У меня также есть люди, которые подтвердят. Я не про свидетелей. Я свидетель... Нет у меня документов, Ваша честь. Так, вы свидетелей просили с вашей стороны, да? Да. Так, пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Свидетеля-ответчика, пройдите. Здравствуйте. Ваша честь, Дубинин Матвей Иванович, этот дом строился вот этими вот руками. И я его оставил своей бывшей жене и дочери. Нет. А не какому-то голодранцу. Нет, свидетель, не так. Ну что у нас, вот че люди приходят в суд и говорят, вот мои руки, я ими строил. И что, судья говорит, надо же, какой вы молодец. Чеки остались у бывшей жены. Чеки, согласна. Вот чеки вопросов нет никаких. Материалы покупались... Согласна, принимаются судом. В качестве письменных доказательств принимается. Строился моими руками? Нет, не принимается. Ну а как? Как я могу доказать, что дом этот строил я? Что это надо было на камеру снимать? Можно было на камеру снимать. Фотографии-то есть, что... Нет, я не могу идентифицировать дом по этим фотографиям. Не могу. Ну, суд – это место, где люди доказывают. Понимаете, они с фотографиями, с руками приходят. Суд удаляется для принятия решения. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, позицию ответчика и возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетелей со стороны ответчика, а также рассмотрев представленные документы и доказательства, иск о расторжении брака удовлетворяет и выносит решение о расторжении брака между супругами. В иске о разделе супружеского имущества и о признании права собственности на одну-вторую долю дома суд считает необходимым отказать. Суд расторгает брак между супругами, потому что оба супруга на расторжение брака согласны. Суд отказывает в иске о разделе супружеского имущества, потому что представленными доказательствами подтверждается, что спорный дом совместным супружеским имуществом и ответчицы не является. Данный дом, хотя и был зарегистрирован ответчицей в собственность в период брака с истцом, фактически был возведен еще в период ее брака с ее бывшим супругом на супружеские средства с первым мужем. Заключительные строительные работы также были произведены с использованием в строительных материалах, приобретенных ответчицей еще в период ее первого брака. Доля личного участия истца в строительстве истцом в данной ситуации не доказана, поскольку истец не мог доказать направление денежных средств на строительство данного дома, а также не смог доказать соответствующими доказательствами долю участия в строительстве этого дома, что давало вам возможность требовать выделения соответствующей доли в указанной собственности. Однако доказательства вами представлены не были. При таких обстоятельствах суд считает, что данный дом является личной собственностью ответчицы и разделу не подлежит. Поэтому истец. Я имею право на обжалование? Да, конечно, безусловно. После изготовления решения в течение 30 календарных дней вы имеете право подать апелляционную жалобу. Истец и ответчик. Суд огласил свое решение. Дело закрыто. Решение суда. Дисковые требования удовлетворить частично. Зачем я потратил 4 года на эту женщину и этот дом? Если бы я знал, что мне ничего не достанется, я бы давно уже уехал из этой дыры. Я постараюсь восстановить отношения со своим бывшим мужем. И будем жить вместе с ним в доме, который мы вместе строили.